Песню В «Баймир бестушейн» или по-русски «Для меня нет тебя прекрасней» более 75 лет поет весь мир. Тексты для нее существуют на 80 языках. В СССР и в нацистской Германии песню считали народной. Написана она была в 1932 году выходцем из Украины «Шлемой секунды» для мюзикла «I would if I could» или «Сделаешь, если смогу» поставленного в бруклинском еврейском «Роландсвете». Уже ее первое исполнение стало треугольным. Песня на слова Якоба Якобса, исполненная о ромном лобеде «Наидыш», несколько раз вызывалась на обиски. А тираж нот песни в 10 тысяч экземпляров, изданный Шлом и Якобом на свои деньги, разошелся в фуньерском клубе и музыкальном магазине. Однако настоящая популярность пришла к песне в 1937 году, когда «Секунда» за небольшие деньги, около 30 баксов, продал права на нее, а Сэмми Ком и Сол Чаплин их приобыли, написали английский текст и сделали менее еврейскую аранжировку. Песню записали сестры Андреус и как в сказке на следующее утро проснулись знаменитыми. Песневых исполнений в течение пяти недель возглавляла чарты авторитетного билборда. К слову, она туда возвращалась еще много раз, и с оркестром Бенни Гудмана, и с Джуди Гарленд, и с Элли Фит-Жеральд, и с дуэтом Луиса Примия Келли Смит. Предприимчивый Сэмми и Сол выручили на ее продажах более трех миллионов. До Советского Союза песня добралась на удивление быстро. Уже в 1938 году Леонид Утесов записывает «Моя красавица». А в 1940-м на свет появляется ставший классическим текст ленинградского девятиклассника Паши Гандельмана в кейптаунском порту. Не в самом Кейптауне, тем более в его кабаках, я, конечно, не бывал. Но всюду звучали песни на подобные темы. Они возникали ниоткуда, никто не знал их авторов, но пели их все. И мне захотелось сочинить что-то подобное. Такую сокрушительно кровавую песню на популярный мотив. И Павлу Моисевичу удалось. Романтическая песня на его слова жива до сих пор. В кейптаунском порту, с какао на борту, Жанетта поправляла такелаж. Все герои этой истории прожили длинные, счастливые жизни. Самуэль Коэн в 15 раз номинировался и 4 раза становился в урядном «Оскар» записанную лирику. Песни на его слова исполняли Фрэнк Синатра и Дорис Дэй. Соломон Чаплин стал одним из ведущих американских кинокомпозиторов, а позднее кинопродюсеров. Он тоже 4 раза получил «Оскар», в том числе «Зависайскую историю и звуки музыки». Шалом Секунда, да будет благословенна его память, скончался в 1974 году в возрасте 80 лет, написав еще множество симфонических и эстрадных произведений, но так и не скопив богатство. Но что для еврея богатство по сравнению с признательностью миллионов землян? Что деньги по сравнению со славой? Что деньги по сравнению со славой?